В этом спектакле все главные. Вот это балет, и для них это цыганский танец. Для них делаются вот такие вот жилеты, вы видите, они достаточно сложные. От цыганского колорита все блестит и сияет. Рядом с готовыми работами – эскизы. По ним и созданы уникальные костюмы. Продумана каждая деталь. Узоры, вышивка, украшения. Главное здесь – Ольга Резниченко, одна из ведущих художников, постановщиков Украины. Если в театре не умеют читать эскиз художника, это самое страшное. То есть тогда нет смысла вообще делать. Изначально все с нуля начинается, понимаете. А когда вот эскизы, когда после ткани начинают его воплощать, бижутерия, отделка и все прочее, и ты смотришь, как твои картинки уже ходят по сцене. Вот это так шапочка. Это вот на второе действие у нас будет такая шапочка. Шапочка, вот это шикарная юпочка. Олеся говорит, костюм идеально подчеркивает ее роль. Красивой, романтичной девушки, готовой на все ради настоящей любви. Она влюблена в пастуха, который работает тоже у зубного токара. Но, естественно, папа не хочет такую партию и хочет выдать ее по расчету за королевского судью, за старикашку. Естественно, она не хочет этого. И вот так у нас мы все это время пытаемся папе доказать, что для нас любовь все-таки важнее, чем выйти замуж по расчету. Тем временем в соседней гримерке примеряет на себя роль Арсена и Наталья Ткачук. Такая романтическая у меня роль. И вот по костюму видно богатая девочка, поэтому вот очень интересно. И художник у нас очень интересно. Это все сделала, Олечка, поэтому очень красиво. И это первый костюм, есть еще второй. Но пока главные герои уже репетируют, мастерицы завершают последние работы. Все костюмы – это ручная работа. Вот такую красивую штуку. Это венгерский костюм. Все видите на сцене, на актере. Все вот это вот вручную делается. Получается, как видите, красиво. Сколько времени у вас уже ушло на эту работу? День. Увидеть спектакль можно будет уже 7 октября в Одесской мускомедии. На сцене обещают цыганско-венгерские страсти, историю любви, песни и танцы. Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал Репортер.